Здравствуйте, уважаемый подписчик! С вами снова Зинаида Лукьянова и сайт photoshopmaster.ru Очень многие меня спрашивают, как подобрать цвет кожи. Когда мы переносим лицо одного человека на другое, естественно, цвет кожи не совпадает. И у многих, очень многих возникает такой вопрос, как же это сделать, какими способами, какими методами и, естественно, чем проще, тем лучше. Хорошо, я отвечаю на этот вопрос. Возможно, он и вас заинтересует. Если вы еще не делали коллажей с переносом лица одного человека на другой, то, возможно, после этого урока попробуйте это сделать. Итак, какая у нас сейчас задача? У нас, как видите, на фотографии две подружки. Сейчас мы будем делать двух близняшек. Мы откроем фотографию одной из подружек. Вот. И это лицо будем переносить на лицо другой подруги, чтобы у нас получились две близняшки с одинаковыми лицами, но разные по цвету волос и по одежде. Для этого открываем фотографию, берем инструмент лассо. Можно немножечко увеличить эту фотографию. Нажимаем Ctrl+, еще немножечко. Теперь не точно, а вот просто по контуру лица вырезаем его. Вот так. Теперь кликаем правую кнопку, выбираем растушевка или физер на английском. Здесь ставим радиус растушевки, ну, примерно пусть 5. Это не так важно, но просто, чтобы сгладить края. Теперь копируем это выделение, Ctrl-C нажимаем, закрываем эту фотографию, она нам больше не пригодится. Переходим на эту и нажимаем Ctrl-V, вставляем лицо. Итак, лицо у нас скопировалось в рабочий документ. Оно находится на отдельном слое, вы видите это в палитре, да? Теперь мы его будем размещать поверх лица этой блондинки. Просто пока грубо наложим. Вернемся в палитру слоев, уменьшим немножечко прозрачность. И подкорректируем, расположим лицо таким образом, чтобы глаза и губы совпали. Так, теперь нажимаем Ctrl-T и немножечко повернем. Достаточно, нажимаем Enter. Снова возвращаемся в слои и создаем маску слоя. Маску слоя мы создаем, чтобы сейчас удалять ненужные нам части этого лица, но не удалять их, а скрывать с помощью маски слоя. Чтобы скрыть какие-то части, мы должны рисовать черной кистью. Берем черную кисть, бабочка нам не подойдет. Возьмем обычную крупную кисть, жесткость будет на нуле, диаметр. Смотрите по своей фотографии, у меня будет где-то примерно 46. И вот так издалека начинаем щелкать и потихонечку удалять участки лица, которые наложились поверх волос. Естественно, нужно увеличить нам изображение. Уменьшаем кисть, где это необходимо. Уменьшаем и увеличиваем мы левой и правой квадратной скобкой. Стираем лишние скулы. Аккуратненько вписываем лицо на новое место. Мы взяли специально мягкую кисточку, чтобы переход от кожи к коже у нас был плавный. Потом было легче кожу это корректировать. Так, давайте прозрачность вернем на 100% и продолжим работать. Я думаю, что ничего не будет страшного, если мы совсем немножечко возьмем и растянем это лицо вниз. Вот теперь оно смотрится более естественно на новом месте. Может быть, чуть-чуть еще перенести и повернуть. Вот таким образом. Какие еще здесь есть недостатки, которые нам нужно удалить на данный момент? Видите, да, что просвечивают брови той подружки? Мы сейчас переключимся на белый цвет и вернем здесь небольшие участки. Слишком много мы, скорее всего, здесь стерли, поэтому понемножечку так возвращаем. Вы уже, скорее всего, уловили, что когда мы рисуем помазки слоя черной кистью, то мы стираем. Если белый, то мы восстанавливаем. Итак, мы здесь восстановили участки кожи той девушки. Посмотрите, где еще есть необходимость в этом. Чтобы убрать вот этот кусочек брови, мы сейчас уберем пока слой с лицом. Вернемся на фоновый слой и здесь с помощью инструмента «Штамп» просто-напросто удалим эту бровь, которая у нас вылазит. Берем «Штамп», уменьшаем кисточку «Штампа», зажимаем «Альт» и определяем участок для клонирования. И теперь рисуем. Здесь. Теперь открываем. Ну все, у нас теперь больше брови не видать. Мы здесь можем еще немножечко подредактировать кисточкой, стереть вот эту часть. Итак, лицо у нас вписалось хорошо, но как насчет цвета кожи? Ведь это самая главная тема нашего урока. Слушайте внимательно, как мы будем подгонять цвет кожи. Можете даже записывать. Первое действие – это мы переходим в меню «Изображение» или «Имидж» и меняем режим этого изображения с RGB на SMIC. Здесь вас спросят выполнить ли сведение слоев, и нажмите просто «Не выполнять», потому что нам нужно пока, чтобы сохранялись два отдельных слоя. Теперь режим нашего изображения SMIC, и здесь цвета корректировать будет намного удобней. Нажимаем на кнопочку «Создать новый корректирующий слой» и создаем новый корректирующий слой под именем «Кривые». Располагаем его на самом верху. Нажмем пока сейчас «Да». А теперь нам нужно, чтобы этот слой с кривыми влиял только на лицо. Значит, нам нужно сейчас создать обтравочную маску. Вы можете сделать это следующим образом. Кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду «Создать обтравочную маску». Или зажать «Альт» и кликнуть между слоями. Когда вы наводите курсор на межслойное пространство, появляется такой интересный значок, как два кружка. Вот он-то нам и нужен. И теперь этот новый корректирующий слой с кривыми будет влиять только на лицо. Итак, кликаем по миниатюре слоя и возвращаемся в окно с кривыми. И теперь внимание, смотрите, что здесь канал написан «СМИК». И есть цвета, которые можно корректировать. Вот посмотрите на это лицо и скажите, какого цвета ему не хватает. Однозначно насыщенного красного цвета. Здесь это пурпурный. И, наверное, такой рыжины, желтизны. Ну, сейчас мы начнем с пурпурным работать. Появилась такая розовая полоска, что соответствует этому цвету. Мы беремся за эту полоску и, если нам нужно увеличить количество красного цвета или пурпурного, то мы поднимаем эту диагональ наверх. Вот, например, вот так, да? Совсем красное лицо. Нам этого, естественно, не нужно. Мы можем подобрать где-то вот такое значение. В тех случаях, если вам, наоборот, нужно уменьшить количество красного цвета в коже, вы эту кривую двигаете вниз. Это лицо зеленеет, синеет и так далее. Установим на данный момент такое значение и перейдем на желтый цвет. И здесь такая же ситуация. Нужно увеличить количество желтого цвета, мы кривую тянем вверх. Нужно уменьшить, тогда вниз. Вот такая простая корректировка. Еще раз вернемся в пурпурный и увеличим количество здесь. И теперь, если мы нажмем на «Да», никто даже не заподозрит, что это лицо было перенесено с другого человека. Все сошлось, все смотрится замечательно. Если бы я вам открыла такую фотографию, как сейчас, что бы вы подумали, что это на самом деле сестры-близняшки или что здесь поработал фотошоп-мастер? И еще один момент. После корректировки кожи цвет глаз тоже изменился. Но если вы хотите оставить такой зеленоватый, вы можете это сделать. Как видите, у нас здесь есть также миниатюра с слой маской. Мы можем сейчас взять черную кисточку, увеличить глаза и убрать эту желтизну с глаз. Теперь они приняли свой первоначальный цвет. И в конце своей работы вы смотрите, все ли у вас хорошо. Кожа на месте. Она того цвета, который нужен. Глаза мы потом подкорректировали. И теперь можно обратно переходить в режим и менять СМИК на РГБ. Выполняем сведение. И вот ваша работа готова. Я надеюсь, вам этот урок был полезен и наконец-то ответил на ваши вопросы о том, как правильно подобрать цвет кожи. А какая блондинка вам понравилась больше? Это или это? Вы мне напишите в письме. Буду ждать. До скорых встреч в следующем видеоуроке. Продолжение следует...